Ланчик, привет! Привет-привет! Значит, у меня сейчас будет прямой эфир буквально на 20 минут, и потом будет отдельный прямой эфир с ребятами, вот, с астрологами, с Мишей и с Кристиной. Я буду выбирать, как я уже написала, но мало кто понял, методом тыка именно в самом прямом эфире. Значит, вы в самом прямом эфире пишите дату, пишите, ну, главное, что слышно, пишите время и город рождения, вот, и время обязательно, дата и место. Вот, и мы в прямом эфире, я просто выбираю вот наугад, и мы будем рассматривать вашу натальную карту, но именно самые важные аспекты. да, то есть, как бы, потому что сама натальная карта, это очень много по времени, поэтому мы рассмотрим небольшое количество людей, я думаю, вот. Но зато вы прослушаете, поймете вообще, я надеюсь, что, по крайней мере, как бы, проясните для себя, что такое ведическая астрология, как работает натальная карта, вот. Плохо видно, потому что здесь такое освещение, ребят, поэтому плохо видно. Ну, вот только так, может быть, видно. Поэтому, да, через час, или сколько сейчас времени, в 10 часов, я всех вас жду с Кристиной, с Мишей, и я думаю, что мы будем делать, ну, вот, каждую неделю, будем делать вот такие вот эфиры с возможностью просмотреть ваши натальные карты. Но, опять же, объясню, да, то есть, я буду выбирать просто случайно, вот, и мы будем, ребята вам расскажут, что и как. Так, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, слышно хорошо, самое главное, что слышно все. Нет, ребята, сейчас ничего писать не надо. Даты, я же говорила, что прямой эфир будет в 10 часов. Даты пишите вот в том эфире, который будет непосредственно с ребятами. Просто вы очень невнимательны, и меня это, на самом деле, очень сильно раздражает. Я написала, я написала прям, блядь, даже жирными буквами выделила, что даты пишите в самом прямом эфире. Тут ничего писать не надо. И в итоге люди начали писать под постом. Вот ответьте мне, почему вы такие невнимательные? Почему вот эта вот невнимательность, то есть отсутствие концентрации на чем-либо? Вы как-то читаете, либо просто вот бегло, либо не до конца, либо между, блин, букв, либо между... Я даже не знаю, как это объяснить. Но меня, на самом деле, это подбешивает, если честно. Я думала, что как-то вы более, ну, более внимательны, что ли. Окей, вот наконец-таки все поняли. Да, спасибо, что за ваши отзывы. Да дело не в этом, ребята. Я это прекрасно понимаю, что все, все, все хотят. У всех есть... Всем привет, да. У всех есть НО. Внимательность. Внимательность. Научитесь быть внимательными. Это очень важное и нужное качество в жизни. Потому что, ну, знаете, дело... На самом деле мы хотим... Это дело даже не то, что в халяве. Понятно, что халяву любят все. И так наш мир устроен, что за бесплатно это... На самом деле это звучит очень грустно. Потому что весь мир на этом воспитан, да, на халяве. И, знаете, как нас не учат быть богатыми, Людей учат быть бедными. С самого детства. И в этом большая проблема. Люди не умеют даже оценивать свой собственный труд. Правильно? А когда люди не умеют оценивать свой собственный труд, то есть люди не могут оценить минуту своего времени. Час, минуту, день, год. Они не могут оценить и чужое время. Вот. И отсюда такое, знаете, как бы пакуистическое отношение вообще к любому труду другого человека. То есть когда у человека нет уважения к своему времени, человек абсолютно, просто абсолютно не уважает чужое время. Заметьте, это реально так. И я уверена, что в вашем окружении таких людей много. Вот. И поэтому вы должны для себя в первую очередь, да, в первую очередь научиться уважать сами себя. Слушай, а можно тебе попросить еще кофе? Такой вкусный. Кофе или П? Не, кофе. Хорошо. Очень вкусный. Вот. И поэтому, когда вы научитесь уважать сами себя в первую очередь, ну тогда вы будете уважать и остальных. Все. И некоторые прямые эфиры, вот особенно там был последний прямой эфир, мне показал наглядно, насколько наши люди невежественны, да, насколько наши люди не уважают сами себя. Потому что для меня, ну как бы для меня проявление хамства в чужой адрес, вообще неважно в адрес кого, нравится чей человек, не нравится тебе он человек, но проявление какого-то хамства, что я наблюдала как раз в предыдущем эфире, мне это в первую очередь говорит о том, что человек настолько не уважает себя и увы, ну как бы, увы этого очень много, очень много. Вот этого, ну реально вот этого проявления неуважения, проявления как бы иногда какой-то агрессии. И я это наблюдаю периодически в каких-то прямых эфирах, да, со стороны как бы просто каких-то людей. Мне очень хочется вам пожелать, именно пожелать, да, научиться уважать себя. Вот когда вы будете себя уважать, как личность в первую очередь, да, тогда вы будете уважать, ну как бы просто других людей. И халява это, конечно, заебись, но мы делаем вот эти прямые эфиры, и сегодняшний прямой эфир, он будет не с целью, как бы, не как халява, он будет именно для ознакомления, как бы, вас с ведической астрологией, для того, чтобы вы просто поняли, что это такое, как это работает, для чего это нужно. Если люди, если вам это как бы далеко для вашего понимания, да, если вы как-то скептически настроены, таких людей тоже хватает, вот, то, ну, просто как бы, просто взяли и прошли. Мне тоже иногда непонятно, зачем люди едят то, что им не нравится. То есть это, знаете, вот, ну вот, ты не любишь это, но продолжаешь, как это, ежики плакали, но продолжали ли как-то колоться, или я не помню, как это был такой прикол. Вот это то же самое, вот почему-то это очень характерная черта для большинства людей. Люди мне нравятся, но они продолжают это делать. То есть они продолжают это смотреть, слушать, есть, как бы, зачем, если тебе это не нравится, ну, бля, в чем, почему у вас такая, блять, модель вообще, как бы поведение, для меня непонятно. Так, 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 так. Слышите звуки? У меня лягушки или цикады, здесь вообще цикады офигительно вечером поют. Да, и, кстати, отвечу сразу на вопросы. Меня спрашивают по поводу, часто пишут по поводу прямых эфиров насчет женской сексуальности, женской энергией, то есть все то, о чем я пишу. Вот. Сразу хочу сказать, что я веду прямые эфиры на все эти темы, и не только на эти. Вот. И как раз тема вообще секса, сексуальности, женских энергий, мужских энергий, взаимодействия мужчин и женщин, это все проходит в закрытой группе, в платной закрытой группе, чтобы отсеять неадекватный народ, чтобы это было определенное сообщество людей, которые готовы платить за свои, грубо говоря, за собственное развитие. Вот. И это именно закрытая группа, там я выкладываю определенную информацию, даю определенные рекомендации на книги, на какие-то фильмы, на людей. Вот. И каждые выходные я там провожу эфиры, отвечаю на ваши вопросы, то есть вы там можете задавать какие-то определенные вопросы, там абсолютно разные темы. Вот. И вот там уже конкретно идет про, ну, то есть разбор тех тем, которые я пишу, то есть посты, которые выставляю в общем аккаунте. Да, цикады круто. Что такое агрессия для защиты близких? От чего вы защищаете? Я просто пытаюсь понять. Агрессия, давайте мы вот просто… Как вы думаете, агрессия что будет порождать? Агрессию, правильно? Агрессия порождает только агрессию. Потому что, например, ну вот давайте так. Я считаю так, что первое, конечно же, добро должно быть с кулаками. Да, то есть это понятно, что совсем быть безвольным, таким, знаете, амебным существом, это не есть выход. Поэтому естественно, что нужно уметь защищать какие-то свои интересы, отстаивать их, назовем так. Но, когда вы говорите об агрессии, в ответ вы будете получать опять же агрессию. Потому что агрессия, она может породить только агрессию, только еще в большем варианте. И я, например, замечаю за собой такую вещь, что если раньше, когда во мне в самой было очень много агрессии, а во мне ее было очень много, поверьте. Потому что я не очень любила мир и я не очень любила людей, если уж честно. И поэтому и мир ко мне относился точно так же. Мир меня тоже не очень любил и проявлял ко мне точно такую же агрессию в виде каких-то, скажем так, нападок со стороны людей. И когда я стала это осознавать, когда я понимала, что мир меня зеркалит, мир просто зеркалит мое внутреннее состояние, он зеркалит это состояние внутренней моей агрессии в виде нападок на меня, в виде усмешек, насмешек, в виде какой-то непонятной агрессии реально по отношению ко мне. Когда я научилась это отсеивать, когда я просто научилась это пропускать мимо, то есть когда меня провоцировали на агрессию, просто провоцировали какие-то определенные комментарии людей, причем не очень-очень неприятные, даже я так сказала, такие комментаторы, такие люди часто выискивают болезненные места, касаемо внешности, касаемо личной жизни, еще каких-то моментов твоего интеллекта, неважно. И они пытаются тебя по этим местам бить, причем прям, вот прям, так знаете, точно. И когда ты на эту провокацию ведешься, конечно, сохраню, когда ты на эту провокацию ведешься, ты отдаешь огромное количество энергии вот этому провокатору. Вот, и все, и ты на самом деле, ты как раз в этом случае проиграл. Поэтому я научилась просто игнорировать этих людей, вообще, их нету. То есть это, знаете, как вот они пытаются, пытаются, причем, знаете, мне тоже какую-то аналогию такую интересную провели. Сейчас аналогию провели, что представьте, что вот такие люди, это как некие медицинские пиявочки, которые, знаете, отсасывают у вас вот негатив весь ваш, да. И когда в вашей жизни появляется какой-то агрессор или какой-то человек с каким-то негативом, обратите внимание, что именно он пытается в вас вот клупнуть, да. То есть какая эмоция и связанная с чем в вас вылезает. И это и есть тот момент для вашей собственной проработки. Потому что эти люди на самом деле, как раз-таки, эти люди самые крутые учителя. Самые хейтеры – это самые крутые учителя, которые только могут быть. Дифирамбы – это зашибись. На самом деле я всем говорю, когда меня спрашивают, да, вам что только дифирамбы петь? Честно, я скажу да, потому что я люблю дифирамбы. Я люблю есть мед ложками, и я не очень люблю дерьмо, да, как бы, вот, поэтому… Но эти люди, которые пытаются вот таким образом, я не знаю, там самоутвердиться, ну, неважно. Чаще всего мне показывают мои собственные непроработанные моменты, и я им за это благодарна. Так, как ощутить счастье? Ой, ребят, это вообще счастье в том, что вы уже живете на самом-таки деле. Наталья, либидо. Вот опять же, смотрите, что такое… Вы говорите, все хорошо, но не чувствую, что достаточно. А что в вашем понимании все хорошо и недостаточно? Достаточно для чего? Что конкретно вы хотите достичь с поднятием вашего либидо? То есть вы должны понимать, что вы ждете вообще, что вам нужно, и что значит недостаточно. Как понять недостаточно или достаточно? Ну, так как бы, по какому моменту вы судите, что это достаточно, это недостаточно. Здесь просто музончик играет, прям вообще нормально. Всегда, пожалуйста. Либидо, вообще про либидо, это, ребят, либидо – это основная движущая сила, в принципе. Либидо – это не только желание трахаться, либидо – это, в принципе, желание, желание жить, желание творить. Либидо – это, например, эрос. Почитайте, что такое эрос. И это движущий импульс, в принципе. Вся жизнь, она состоит из взаимодействия вот этих энергий инь-янь, из взаимодействия мужчины и женцы. Это взаимодействие желания слияния. И поэтому, когда люди пишут мне некий бред в плане, что «Ой, блядь, секс, это не так важно, что, серьезно?» Ну да, наверное, не важно. Значит, у вас очень пониженная либидо. И секс – это не в плане того, что сексуальное желание – это не только желание спаривания. Сексуальное желание, либидо – это вообще, в принципе, желание. Понимаете, то есть это желание, это движущий импульс жизни. Вся жизнь состоит из этих импульсов. Посмотрите, да, то есть вся жизнь – это взаимодействие мужчин и женщин. Благодарю. После курса пиявок с Лёшей у нас началось хоть раз. А, вы делали пиявки, все, понятно. То есть проблема, как я понимаю, в мужчине. Ну, то есть не в вас, Наталья. Ну, смотрите. Ну, во-первых, значит, вам надо покопаться, и мужчине нужно покопаться в собственной голове. Что является причиной стресса? Да, это первое. Хотя, понятно, что люди там, блядь, и в городах-то все все время на стрессе. Значит, ну, первое – это очищение тела. Это очень важный момент. То есть свой сосуд, свой храм нужно держать в чистоте. В чистоте, я имею в виду, в первую очередь, это пищевая чистота. То есть пищевые привычки, пищевой мусор очень сильно влияют на состояние либидо. Это тоже нужно понимать. Вот то, что вы едите. И качество энергии тоже от этого зависит. От того, что вы едите, как вы едите, с каким настроем вы едите. Если вы просто в себя кидаете еду, вот так вот, не прожевывая, как делают большинство, то, ну, как бы, ильбидо будет такое же. Вот. Еда должна быть максимально живой, да. Много должно присутствовать воды. Никаких сигарет, никакого алкоголя. Тем более, если вы живете в городах. Ребята, тем более, если вы живете в городах. Максимальное вот эти, ну, как бы, вот это говно, которое там в виде покурить, вечерком пухнуть, да, там, или все. Мясо тоже очень жестко, ну, тоже очень тяжелая еда. И тоже, если мы учитываем то, что мы уже дошли до стадии, когда выживать нам, как виду, я имею в виду, нам жрать мясо для этого не нужно. Это раньше мы ели мясо, и то мы ели, кстати, его сырое, если что, да. Ну, и потом мы научились, как бы, мы его там жарить и так далее. Но сейчас человеку не обязательно есть мясо, чтобы выжить. Поэтому мясо можно тоже исключить, на самом деле. Я мясо ем вообще, ну, как бы, то есть, нет, мясо я вообще не ем, что я вру-то. Ну, вот смотрите, Наталья, уже первую проблему, уже первую проблему мы сразу выяснили. Первая – это вы 100% чувство вины. То есть, ну, я на 100% уверена, что вами гложет, и оно вас даже не то, что гложет, оно у вас, блядь, постоянно, периодически всплывает в вашей голове чувство вины, в том, что вы виноваты, в чем-то вы виноваты. Хорошо, вот. И вообще вина – это отравляющее чувство. Причем по всем фронтам, и оно не будет давать вам ничего, кроме как застоя той же самой энергии, я бы даже сказала не застоя, а вообще спада этой энергии. Вот, вина съедает, так же, как, например, зависть, злость, вот эти все низкие вибрации, да, они разрушают человека, и они поглощают огромное количество энергии. На самом деле эти чувства очень много, очень много жрут вас, короче. Да, хорошо. Ну, слушайте, я здесь не выхожу, я же говорю, что здесь я не очень выхожу в прямой эфир, я выхожу в закрытой группе, вот там у меня каждые выходные завтра, послезавтра будут прямые эфиры, вот, поэтому по всем вопросам в директ пишите. Сейчас я выйду в прямой эфир, скоро выйду, с астрологами, со своими Мишей и Кристиной. Вот, и вот поэтому вот с этого все стоит начинать. Застои не бывают просто так. Скорее всего, они как раз-таки имеют очень глубокие корни в вашем случае. Вам нужно покопаться и понять, почему вообще эти застои в вашей жизни произошли. А наш организм – это всего лишь отображение того, что в нас есть. То есть наше тело – это невероятный атлас, то есть по нему можно просто изучить всего вас, да, и все болячки человека, вот. Это все последствия, скажем так, переживаемых эмоций. Вот даже назовем так. То есть переживаемые нами эмоции выражаются в итоге в болезнях. Это уже многими людьми доказано. Есть даже женщина-врач, я не помню, как ее зовут. Блин, забыла, как же. У нее есть несколько лекций, очень интересно, да. Она была очень долго врачом, которая лечила таблетками, грубо говоря, выписывала таблетки. Потом полностью уже 10 или сколько-то лет отказалась полностью от таблеток и вылечивает людей просто консультациями определенными и выискиванием корня проблем, да. То есть чаще всего все болезни, они появляются из-за определенных гормональных… То есть каждая эмоция – это определенный гормон. И есть эмоции, которые в человеке, да, то есть, скажем так, включают разрушающие гормоны, типа там кортизола, да, там много вот этих вот гормонов. Это прямо есть эмоции, в которых там обиды, злость, я же уже говорила, агрессия, да, которые имеют разрушительный характер на организм человека. Ну и как бы жопа, и все, и как бы человек, получается, что сам себя как бы разрушает. Ту-ту-ту-ту-ту. А сколько времени, скажи, 10 нет, да, еще? Да нет, еще и сейчас. 37 вообще-то. О, 37. Ну там, да, прикинь, как… Я себя как уж то смотрела, время было… Очень быстро, да, время так чик-чик-чик. И пролетело. Да, блин, мне такой этот кофе сделали потрясающе. С кокосовыми сливками вообще. Я когда ей научилась, надоело мне ездить, то есть я типа, дорогущим местам, чтобы я могу сразу все делать, начала самоделиться. Ну, ну да, нет, даже когда свое делаешь, это намного вкуснее. Намного вкуснее. Поэтому, да, блин, когда еще и ты варишь свой кофе, это вообще потрясающе. Ну да, у меня эта штука тоже всегда с ней путешествует. А серьезно, ты с ней путешествуешь? Прикольно. Да, мне такой этот, как, знаешь, бедвиль. Ну, вот видите вы, вот это вина, ну, блин, только вы сможете от нее уйти. Больше никто. Чувство вины – это самое говнястое, на самом деле, чувство. Вообще самое говнястое, которое только есть. С чего начать изучение себя? Очень хороший вопрос. С себя же и начать. Нету каких-то, понимаете, вот когда, блин, да все в вас есть уже, все ответы есть в вас. Вау, ты про эту штучку говорила? Вау, вообще. Охрененно. Блин, слушайте, сейчас здесь такая подсветка. Смотрите, я вам сейчас покажу, как у меня здесь вообще уютненько. Вот я в гостях, и у меня. Посмотрите, какой кайф. Вот там у нас кофе охрененный. Вот эта волшебница как раз-таки мне варила кофе. Давай. Вау, вот так, смотрите, Новый год. Happy New Year. Вау, прикиньте, у нас какой сегодня будет волшебный, волшебный просто. Вообще прямой эфир с астрологами, вот с такой вот подсветочкой. Я вам прям дарю. Я вам, смотрите, сегодня дарю просто вообще космос. Вау. Вот так, кстати, проходят приблизительно мои трипы. Все грибные приблизительно вот так. Но только это все без подсветки, а просто уже в моей голове. Вау, мы вообще сегодня просто в космосе. Да, охрененно, блин. А изучение себя нужно начинать со своего тела, ребят. Это вот я вам так просто, ну, помимо сознания, да, помимо сознания, у нас еще есть тело, про которое почему-то все забывают. И все вдруг ударились в тело, ой, наоборот, в сознание, в голову, забыв о том, что еще есть тело, понимаете. И тело же тоже потрясающий инструмент. Настолько потрясающий. Там вообще все. Ну, тело нам говорит обо всем абсолютно. Все зажимы, все в теле, все блоки, они все, вообще все в теле. И просто даже вам для примера, посмотрите на себя со стороны, как вы двигаетесь, я имею в виду, как вы танцуете. Свободно ли вы это делаете, свободно ли ваше движение, раскрепощены ли. Если нет, все это говорит о том, что у вас жопа в голове, которая вот, грубо говоря, о чем вам говорит ваше тело. Зажатость тела – это огромное количество непроработанных, как бы непроработанных программ в голове. Огромное количество. Вот. И по телу о многом можно сказать. Как человек ходит, как человек двигается, как он говорит, как он сидит. Нет, в Беларуси. Беларусь, Беларусь. Нет, подожди, в Беларусь. А что у нас в Беларуси? Какие у нас есть? В Беларуси? Да. Какие там? Не-не, какие там городишки, города же там. В Минске я, честно говоря, не в Минске. Минск – это Беларусь, кстати? Минск. Минск? Я в Минске была. У меня был в Минске, не представляете, у меня был в Минске мастер-класс для фотографов и моделей. Как-то меня пригласили, да, в очень крутую студию. Прикинь, ты не поверишь, там столько народу пришло, я вообще охренела, да. Меня так там встретили, я туда приехала с Лёной. Для меня это был шок. И меня там все там, вау, Мария Каста приехала, там типа мастер-класс давать. Ну, я же тогда была пипец, какая там известная модель вообще в России. Да, то есть как бы там, да хрена. Ну, я как бы там, я не хвастаюсь, но это было. Вот. А? Да, и мне в Минск, мне в Минск очень понравился, реально. Да. А? Зелёный? Мы были зимой. Ну, мы были, ну, мне очень, мне понравились люди, реально. Мне понравились люди, настолько гостеприимные, такие были какие-то открытые. И я прям такая, блин, я хочу к вам ещё. Но я там была два дня, два дня я вела мастер-класс. Мы делали съём, то есть я там с моделями работала. Там очень было круто. И причём я же, я не только Минск, то есть я там, блин, на самом деле я даже в Тюмень попала. Слушай, все люди, которые у нас в Беларуси, они такие очень положительные. Офигенные, да. Они там, конечно же, что-то там немножко критикуют своего батьку, как говорится, да. Но по сути они говорят, что, ну, блин, у кого здесь, как бы у кого с деньгами всё в порядке, да, вообще всех всё устраивает. А жалуются в основном те, кто как бы, ну, извини меня, как бы, да, ну, как и в России. Жалуются те, у кого просто нихрена нет. То есть вот они жалуются, они вечно жалуются. Вот. И когда люди понимают... И когда люди понимают... Да, когда люди понимают, причём они свою энергию, свою энергию тратят на обсуждение, какая хуёвая власть, как все зажрались, как в стране какой беспорядок. Представляешь, сколько энергии люди спускают на вот это говно откровенное. Да, то есть это реально, ну, это говно. Вы потратите это время лучше на себя. Это проживание чужих жизней. Да все так же, ну, большинство людей, к сожалению, так же живут, к моему сожалению. Потому что всё, абсолютно, вся ваша жизнь только в ваших руках. Вот это вот, бля, я просто в космосе, ребят. Спасибо. Посмотрите, как у нас сегодня волшебно, волшебно. Вот прикиньте, я вот так заехала в гости. Вот это, кстати, просто Бали. Это волшебная атмосфера, сука, Бали. Тебя накорнили, напоили, создали вот такую потрясающую атмосферу. Потом охренительно побеседовали. Потому что я очень люблю людей, знаете, с таким абсолютно безграничным сознанием. Когда у человека нет никаких вот этих вот рамок, стереотипов, это очень круто. Такой фридом вообще, это круто. Такие люди, я таких людей очень ценю. И, ну, мне, в принципе, такие люди всё время попадаются. Вау, офигенно. Да, вообще, ещё такой, у тебя сейчас такой, ну, прикольно, ты так сидишь, такая тень. Круто. Да, вот, слушайте, я думаю, что мой дом будет вот в такой подсветке. Да, причём очень удобно, у нас же маленькая. Её можно ещё две, зя, представляете. Охренеть, две. Слушай, вот ты поешь в тай, купи мне такие. Я тоже подумала, что тело привезти такое. Да, мне, ну, таких надо две, точно. Вот таких, и вот такую, смотрите, пипиську, видели вот такую? Вот это, представляете, вот эта гирлянда. Видели вот такую, да? Смотрите, какая. Вот эта гирлянда. Не мотай себе на руку, попробуй. Да, смотрите, вау. Подождите-ка, подождите-ка. Сейчас я вам пока... А, я на... Это всё. Почему она выключилась? Да, я за немножко завязала. Да? Ну, суть в том, что... Сейчас включится всё за... Короче, видели вот эту, да, гирлянду? Вот она, это было на... Гирляндачка маленькая, она на батареечке, представляете? И круто, что она переносная. Вот я уже всё заказала или здесь куплю. Для съёмок это просто потрясающе. Я думаю, где-нибудь, знаешь, вечером на пляже. Блин, это, конечно, классика банальная. Я видела, как их в банках, знаешь, типа такие покупают банки. Ну, это прям совсем классика, но это круто. Во, смотрите. Вот эта штучка, это просто штучка переносная, то есть она на батарейках. Её не надо ни в какую ссувать розетку. Охренеть, да? И моя нога. Волшебство. Скажите волшебство. Вот скажите, ну чем не волшебство? Вот в вашей жизни часто ли такое волшебство вообще, в принципе, случается? Какие-то сказки. У меня вот что ни в жизни, то сказка, реально. Действительно сказка, потому что мы были как-то... Ну, всё чаще себя ловлю, что я иногда попадаю в какие-то места, понимаете, да, или в какие-то ситуации. Мы один раз поехали на Носапениду и решили, значит, посетить купель. Есть на Носапениде, это остров недалеко от Бали, мужская, женская купель, прикиньте. И в итоге выясняется, пока мы, значит, мы нашли её по карте, да, как бы, выясняется, что купель завалила камнями просто. То есть мужскую купель, самая большая, её завалила камнями, а купель находится прямо рядом с океаном. Ну, туда пёхать, мы ещё вечером туда пошли. Прикиньте, уже начинает темнеть, мы спускаемся, там просто невероятные ступеньки, вниз-вниз-вниз идёшь-идёшь. И в итоге мы, короче, приходим к этой купели, которая завалила, и мы решили спуститься в самый низ, а самая вот эта женская купель, она находится в самом низу, и она прямо в соседстве с океаном. Представляете, купель с пресной водой и в соседстве с океаном. В итоге мы находим эту купель, она охренеть, ой, вообще невероятна. Она, короче, прикиньте, и... Вы не видите эту прекрасную фею. И в итоге мы, короче, спускаемся к этой купели, и вы не представляете, там такой анреальный, просто анреальный закат. И начинают этими... Как эта херня называется, забыла. Когда, знаешь, типа много-много птиц летит такими... Стая? Это не стая, как-то даже... Блин, я даже не помню, как это... Ну, короче, да, стаями. Их так много, вообще, прикинь, такими просто... Просто штебеля этих стая птиц. Закат какой-то невероятный. Да, косяк, косяк просто, знаете, такой, прикинь. И вот мы стоим, вокруг нас джунгли, купель, мы стоим, я стою голая, Лёша стоит голая, потому что мы решили искупаться в этой купели. Пресная вода, рядом хреначит, а купель, прям в соседстве с океаном, хреначит этот океан, эти птицы летят, закат такой, знаешь, черный... И мы стоим, и я вот стою, и у меня ощущение, что я в сказке, поняла, что я просто в сказке. Я такая говорю, блядь, ну это же даже нереально. Ну, то есть вот это всё, ощущение нереальности. И когда мне спрашивают, типа, а вы верите в чудеса? И я думаю, блядь, так в моей жизни вообще сплошные чудеса, потому что для меня... Это всё даёт природа. Да, природа, это анреальное чудо. У нас чувак ещё плавал, знаешь, с мантами. И он когда плавал с мантами, а он такой, ну, взрослый уже чувак, да, он такой семейный. И он сказал, вот, он говорит, я плаваю с этими мантами, и я понимаю, что я реально не просто верю в сказки, а это и есть сказка. Потому что, говорит, эти манты ко мне подплывают вот так просто. И они меня окружили со всех сторон, их там штук семь. Представляешь, манты огромные. Он говорит, и я вот так, типа, в этом, такой вещу, и ощущение, что они на меня вот так смотрят. И, говорит, и ощущение, что мы с ними общаемся. И, говорит, я всё это снимаю ещё на камеру. Он говорит, у меня на тот момент просто, он говорит, было ощущение какого-то невероятного, блядь, это даже сложно описать. Потому что, говорит, это, блядь, вот перед тобой какое-то живое существо, эти живые существа, он говорит, они на тебя смотрят. И ты такой, ааа, блядь, он говорит, это очень круто. Да, и это... Пространство неописимое. Да, а где он, блядь? То есть, в этот момент, в прошлом, не в будущем, ты только вот... Да, и перед тобой вот эти были, представляешь, да? Манты, блин. И я такая, блядь, как это круто. Да, и, блин, мы столько здесь, такие места находили, что на Бали, что вот ездили там на Ламбоке. Мы один раз были на Ламбоке. Прикинь, нашли пляж вообще дикий, ноль людей. А мы же с палаткой туда ездили, на Ламбок. И прикинь, мы там с палаткой и с нашими писюками, представляешь, с двумя кошками. У нас была переноска и два маленьких писюка, блин, вообще. Да, мы путешествовали по Ламбоку с кошками, вот. Мне нет, не кажется. Я считаю, что мы сами творцы своих дней, своих... Ну, даже если так, то свои дни я насыщаю как бы вот такими сказочными штучками. Вот. И прикинь, мы такие на Ламбоке находим розовый пляж, и там ноль людей. И этот розовый пляж с невероятно чистейшей водой. И там такой песок, знаешь, такой... Вот ты на него нажимаешь, он как пружина, поняла? То есть такой, не проваливаешься, а такой, как бархатный какой-то такой прям ковер. Он розовый называется? Он был розовый, реально. Ну, то есть он розовый, единственное, он был розовым именно при закате. Закат, и как-то такой там, видимо, кварц, может, какой-то находится, какая-то штука. И в итоге мы, знаешь, таки с Лешей стоим, у нас было просто такое охрененное ощущение, потому что вот этот закат, вот этот песок реально стал розовым. У нас там стоит палатка, вот. И, короче, да, и прикинь, там еще жемчужная ферма, вот. И там такая вода еще была какая-то кристально-бирюзовая. Блин, и я вот в такие моменты... Да, это Ламбок был. И в такие... Пока никакой темы. Тема будет следующая, сейчас ребята скоро подсоединятся. И вот в такие моменты я понимаю, что, блин, мир невероятно прекрасный просто. Мир настолько охренительно прекрасный. Ой, Рокси, а Рокси! Ну, что там, Леша говорит, что наконец-таки что-то там какой-то сдвиг происходит в плане вашего приезда. А то я уже, знаешь, как бы это такая уже привыкла одна. Но, кстати, знаешь, в одиночестве тоже есть какой-то плюс. Да, ой, мне вот, видите, мне вообще кофе. За мной ухаживают. Вообще. Да просто, блин. Да, вот, кстати, вот такая подсветка у меня 100%. У меня будет какая-нибудь лаунж-зона. Прям такая. А, ты про пляж, бля, пляж был вот на Ломбоке вообще он реальный. И столько здесь таких мест. А как мы на горячие источники здесь ездили просто. Здесь же есть горячие. Мы ездим на горячие источники. Мы, причем, ездим на горячие источники, знаешь, когда ночью, когда ноль людей. Горячие источники эти, куда мы ездим, они только для, считай, буле. То есть там местных практически нету. И мы с Лешей приезжаем ночью со свечками, поняла. И там, знаешь, какие горячие источники какие-нибудь. Там огромный басик, вот реально, размером вот с эту твою всю комнату. Вот такой, да. И мы прям по периметру вот этого басика ставим свечи. А рядом прям вот буквально херачит водопад. Представь, там вообще просто. И мы, когда приезжаем, еще когда звездное небо, этот водопад. Мы там вообще улетаем, и мы, знаешь, такие, вау. Мы там один раз ели грибы, кстати. Мы там вообще улетели. Это связаны с вулканом? Не, это не батуровские. Батура-то другие, да. Но там вообще он реально. Там просто. Мы там один раз зависли так. И оттуда вообще не хочется уезжать. Там зависаешь, там часа на четыре. И они же там, ну, представляешь, там вода такая прям, как в утробе матери. Ощущение реально, что ты там в утробе мамы. Потому что, ты представляешь, они же все еще, это все живое. Это же вулканическая вот эта вся, блин, фигня. То есть подогреваемые вулканом, блин. Там еще вода фигачит из-под земли, блин. Слушай, я уже, Леша говорит уже самое, что ты уже устала. И не только ты. Леша сказал, что если Дима не определится, типа, то он возьмет на воскресенье билет. Ну, это как он сказал для себя. Ну, вот я сейчас у него узнаю, он мне что-то там ответил. Ты такая сказками. Я тебя поняла, блин. Я знаю, что хочешь, все хотят. Леша, он тоже хочет. Вроде как. Спасибо. Скорее делай кофе. Да, блин, слушайте, у меня потрясающий кофе. У меня, блин, тут ни хрена не видно, но у меня прям, да. Вот знаете, вы сейчас так меня писали очень круто. Меня, короче, написали. Вы похожи на ребенка, столько милоты и восхищения. И я реально за собой замечаю, что я реально ребенок. Я настолько... Причем, знаешь, такое странное сочетание во мне, когда я, ну, анализирую, да, то есть потому что же мы настолько многогранные женщины, это не одна, то есть у нас не одна, у нас их, ну, очень дохуя, если честно, да. И я понимаю, что во мне сочетание вот этого действительно маленькой Маши, то еще маленькой-маленькой Маши, такая, ну, я была очень добрым ребенком, на самом деле, настолько добрым и немножко, знаешь, таким очень одиноким, потому что я и родилась очень странно, да, то есть я родилась, меня, оказывается, тащили через... То есть у меня был плотный этот пузырь, и пришлось его протыкать. И когда меня тащили, меня поцарапали голову щипцами. Вот. И это, на самом деле, очень... Ну, это очень такая... Это мир тебя уже не принял, на самом деле. Боль. Да, это боль. Это, кстати, боль. Сразу боль. И мама сказала, ну, да, тут несколько дней, типа, у меня были на голове такие, как бы, вот. Этот момент, вообще момент рождения очень важен, поэтому вот для многих я вам даже просто порекомендую, узнайте вообще у своих родителей, как вы рождались, как вы родились вообще, как вы в этот мир пришли. Потому что очень важно, чтобы ребенок был, как бы, миром принят с любовью, да, то есть, как бы, потому что потом вот эта травма, отчуждение, да, или травма такая, она, как бы, она будет вас сопровождать очень долго, возможно, даже всю вашу жизнь, потому что это глубокая травма психологическая, считается, в йоге есть практики, когда... О, наконец-таки. Слушайте, а давайте, Миш, давай мы сейчас делаем новый. Я перезаряжу, потому что я уже была боли много, и сейчас мы делаем новый. Сейчас я закончу и заново войду, чтобы у нас был ровно час. Плюс. Хочется.